дорогие друзья как вы и поняли сегодня речь пойдет о звуковой карте от компании артуре моделька audio fuse studio как и всегда в этом обзоре расскажу как она звучит что она себя представляет и стоит ли она своих тысяч долларов или нет усаживаемся поудобнее и начинаем так как мы говорим про звуковую карту то естественно стоит начать с ее звучание артуре audio fuse studio это звуковая карта с топовыми конвертерами и преампами компания артуре заявляет что на борту этой карты установлены самые технологичные предусилители которые она может предоставить а именно дискрет про эти преампы дают довольно низкий порог собственных шумов аж в минус 129 децибел и удивительный динамический диапазон 120 децибел неоднократно преампы дискрет про получали какие-то награды среди аудио комьюнити поэтому мы про них все знаем и слышали а цп в этой звуковой карте строится на базе чипа акм ак 5578 это 32 битный конвертер с динамическим диапазоном 121 децибел для записи тихих инструментов или интимных вокалов эта карта подойдет как никто лучше она не привносит никаких шумов артефактов либо же призвуков в сигнал как заявляет сама артуре аудио интерфейс должен передать максимально натуральный чистый сигнал они раскрасить его как-то либо же принести какие-то изменения кстати со звуковой картой приедет еще в документации сертификат в котором будет написан наш серийный номер именно той звуковой карты которую мы купили график а чиха при измерении каждого преампа и по нему видно то что а чиха этих преампов довольно линейная и ровная для каждого преампа проводились собственные измерения и они записаны в этот сертификат и по ним мы видим то что каждый прям уникален и он старается прийти к средним значением которые заявляли нам артуре а именно минус 29 децибел такой подход к своей продукции и покупателю очень важен покупая артуре аудиофью студия можно быть уверен что покупаешь топовое решение которое проверили и к за которую артуре оручаются это звуковая карта обладает минимальной задержкой в 3 миллисекунды при буфере 8 сэмплов который нам доступен и благодаря такой задержки можно спокойно прописываться в наушниках со своими артистами не боясь то что сигнал в наушнике будет отставать или еще что-то такими минимальными задержками обладают далеко не все карты которые стоят 1000 долларов и выше поэтому артуре лайкосик выхода на мониторы довольно чистые и детальные карта по сравнению с моим аудиента g4 mac2 либо ua2 2 звучит колоссально офигенно и разница была отчетливая такое ощущение как будто у меня была просто какая-то белая пелена перед глазами но когда включил я музыку через артуре аудиофьюз эта пелена просто исчезла вот настолько разница была сап в этой звуковой карте базируется на чипе акм ак 44 93 мониторинг наушниках можно проводить с помощью четырех выходов на наушники которые разделены попарно 6 и 3 миллиметров джек и 3 и 5 миллиметров джек для каждой пары есть свой отдельный регулятор громкости и поэтому это очень удобно если вы записываетесь с артистом себе как звукорежиссеру направили одну громкость а ему направили совершенно другую в моем случае я так и делаю потому что я люблю работать на довольно тихом уровне громкости а некоторые ребята хотят чтобы их прокачала в наушниках ну вот благодаря этой звуковой карте я могу это сделать что касаемо мощности выходов они довольно мощные и главное чистые раскачать 300 омные наушники не никаких проблем я через эту звуковую карту и слушал аудиотехника m50x akg 2k 240 бояра 770 и 990 на 250 ом никаких проблем с усилением или как бы чтобы раскрыть наушники не было звуковая карта справлялась и даже по громкости был еще запас к слову о наушниках у нас есть рейтинг топ студийных наушников которые мы собрали для вас на некоторые есть обзоры поэтому переходите и смотрите я для вас записал тесты звучания этой звуковой карты моего голоса налью 440 пьюр и кстати этот ролик тоже записывается на эту звуковую карту этот микрофон также запись моего клиента на микрофон льюит 840 на который у нас есть обзор ссылочка в описании и акустическую гитару можете послушать микрофон льюит lc 440 записаны через звуковую карту артуре audio fuse studio карта звучит чисто кристально микрофон в ней раскрывается максимально хорошо и мне нравится надеюсь вам тоже как слышно из записей звуковой карты звук чистый детально нет никаких артефактов шумов все отлично я целый месяц работал только на этой звуковой карте писал гитары вокалы бас все что угодно и был полностью удовлетворен если сравнивать ее с моими бюджетными картами аудиенты юат то это колоссальная разница между артуре и этими картами когда у меня получается хорошо записанные исходники то будет и проще работать на сведение и постпродакшене я был впечатлен на того как карта топ уровня смогла прокачать и улучшить мою работу поэтому артуре аудиофьюз а приобрести эту звуковую карту вы сможете по ссылочке в описании у наших хороших друзей muzition.ua там очень приятная цена поэтому если хотите приобрести покупайте ее лучше там ссылочка в описании мы идем дальше управление и функционал звуковой карты само управление карты разместилась на верхней панели что очень удобно при вьюзинге этой карты и звуковую карту можно поделить на две части левая который отвечает за входа и правая которая отвечает за выходы разберем управление как раз таки входов у нас доступно 4 комбинированных входа которые расположились ниже для каждого есть отдельный канал с настройками и индикацией первое что мы видим это конечно же надпись input channel который показывает какой канал мы будем регулировать далее индикаторы майк line инст это индикатор который будет подсвечиваться и карта умная она знает что к ней подключилась если микрофон подключился загорится кнопочка майк если линейный вход то line если вы подключили гитару бас или какой-то высокоомный инструмент тогда включайте кнопочку in для того чтобы активировался high z режим кнопочка 48 вольт отвечает за включение фантомного питания пэт это антенюатор который ослабляет сигнал на минус 20 децибел фейс кнопочка которая поворачивает нашу фазу на 180 градусов и это очень удобно если мы будем записывать какую-то многоканальную запись регулятор gain конечно же отвечает за усиление и усиление в этой карте аж плюс 71 децибел а кнопочка listen это кнопка которая может программироваться и на нее можно поставить прослушку то есть какой канал мы хотим прослушать нажали прослушали все отлично секция выходов также имеет кнопки регуляторы самый большой регулятор кнопку он отвечает за выходы на наши мониторы возле него расположились индикаторы если мы крутим кнопку он показывает громкость которую мы накручиваем а когда просто музыка играет то индикация в такт музыки играет если их можно так это назвать два диода справа и и би это как раз таки показывает какой у нас спикер включен точнее какие выходы на мониторы и или би кнопка поднимок раз таки дает нам возможность выбирать какие монитор у нас будут играть кнопка main отвечает за выбор основного выхода с нашей звуковой карты кнопочка q1 и q2 дает нам возможность сделать отдельные выходы между которыми можно переключаться то есть в аудио драйвере можно направить например гитару и микрофон в q1 другой микрофон и гитару в q2 и просто переключаться между этими режимами на выход кнопка 1 под регулятором большим отвечает за диммирование наших мониторов то есть снижение громкости кнопка моно позволит нам сделать наш сигнал стерео в моно и это очень удобно если мы с водями хотим проверить моносовместимость кнопочка толк отвечает за включение толк бэк микрофона если вы находитесь у себя в мониторной запись проходит в кабинке вы можете свой со своим артистом связываться через этот микрофон и он может вас слышать наушники и также еще есть два регулятора на наушники для каждой пары под ними и также есть кнопочка выбора какой выход на наушники будет идти main q1 либо q2 поэтому с этим тоже все отлично и также есть кнопочка моно чтобы включить моно режим в наши наушники хочу отметить интересную кнопочку которая расположилась в верхнем левом углу нашей звуковой карты это не просто значок артурия который подсвечивается белым цветом эта кнопка вызывает аудио драйвер и нажимая на нее мы быстро открываем наш аудио драйвер карты это очень удобно поверьте в правом верхнем углу карты разместились индикаторы usb word clock spdiv а дат если какой-то из этих разъемов у нас подключен то этот индикатор будет подсвечиваться белым цветом и также в этом углу разместилась кнопочка bluetooth которая дает нам возможность подключиться смартфоном ноутбуком платшетом либо каким-нибудь еще устройством к нашей звуковой карте и воспроизводить с него музыку в нашу звуковую карту bluetooth канал будет отображаться также в аудио драйвере и его можно будет направить в наушники в мониторы в q1 q2 куда угодно давайте перейдем к задней панели звуковой карты а именно интерфейсы подключения которые нам доступны первое что мы увидим это конечно же кнопочка включения дальше dc разъем для подключения дополнительного питания к этой карте она требуется и блок питания у нас есть в комплекте кэнсингтон лог поможет нам привязать нашу карту стальным тросиком чтобы ее не украли юсб си отвечать за то чтобы мы карту подключили к нашему компьютеру также есть юсб хаб аж на три входа то есть мы можем через эти входа подключить наши какие-то периферийные устройства миди контроллеры миди клавиатуры даже просто флешки либо мышку поэтому карта дает нам возможность расширить наши юсб входа выходы спикер и и биг раз такие выход на наши мониторы подключать можно аж две пары ворд клок spdiv сюда можно подключать как цифровой вход и выход и также по этим разъемом можно синхронизировать по клоку какие-нибудь источники синтезаторы ревербы дилеи к нашей звуковой карте аукс реамп во первых эти выходы связаны по постоянному току и к ним можно будет подключать какие-нибудь модульные синтезаторы а во-вторых можно реампить ваши гитары бас-гитары и перенаправить их на какие-нибудь компрессоры либо же предусилители инсерты в них можно подключить какие-нибудь источники компрессоры эквалайзеры приборы в разрыв от сигнала наших четырех преампов line inputs trs это дополнительные входа через который можно также проводить записи через джек 63 интересный вход это фон rca который с фонокорректором и через него можно даже оцифровать какие-нибудь виниловые пластинки например ну и конечно же оптические входа и выходы которые дают нам возможность расширять интерфейс нашей карты аж на 8 цифровых каналов управление этой карты довольно интуитивная если вам не требуется никаких вот этих вот дополнительных возможностей связанные с адатом ворклоком spdif то вы разберетесь и так все регуляторы и индикаторы подписаны звуковая карта полностью закрывает все вопросы связанные с записью звука либо же выводом друзья туда же установлен вход с фонокорректором который позволяет отцифровывать винил что здесь говорить идем дальше быстренько пробежимся по аудио драйверу этой карты и он на первый взгляд довольно сложно выглядит там много всего но на самом деле если разобраться то не так все и тяжело верхней части приложения расположились входа по центру нас расположился микшер где мы можем управлять громкостью панорамированием посылами роутингом они же как раз таки секция выхода нашей звуковой карты при нажатии в правом верхнем углу шестеренки мы как раз таки вызываем меню дополнительных настроек тут мы можем выбирать каналы для bluetooth а выбирать ворд клок выбирать канал для кнопочки прослушивания listen отстроить диммирование наших мониторов то есть насколько они будут тише становиться работать с настройками толк бэк микрофона и многое другое во вкладке preference мы можем выбирать буфер задержки нашей звуковой карты можно нашей карте артуре аудиофьюз дожидать имя как мы хотим ее назвать и отстроить параметры микшера а самой последней вкладочки fireware мы можем проверять обновление аудио драйвер обновляется и прошивочка обновляется поэтому чекайте раз там в месяц хотя бы аудио драйвер очень гибкий в настройке через него можно отстраивать звуковую карту даже не прикасаясь к ней а именно в звуковом драйвере это все делать кстати в звуковой карты также доступна возможность loopback поэтому можно стримить с вашей dw без каких либо задержек или артефактов артуре аудиофьюз студия может выполнить любую задачу которая на нее будет возлагаться если хотите больше понять и разобраться в аудио драйвере я вам рекомендую пройти на сайт артуре где есть мануал который полностью отображает все возможности аудио драйвера а мы идем дальше комплект поставки звуковая карта на светит вот в такой вот обалденной коробке где она будет лежать на кресле из поролона и извлекаю из коробки ты понимаешь что приобрел все-таки карту из высшей лиги в комплекте нас встретит сама звуковая карта два кабеля юсби си на юсби си и юсби си на юсби для подключения компьютеру документация и сертификат по и плагины в комплекте блок питания и переходники на различные вилки и переходник миди с 35 миллиметров джек на дефолтные пины которые нам так привычны кстати забыл отметить что здесь есть все таки миди вход и миди выход который выполнен в трех с половиной миллиметровом в виде но не бойтесь есть переходнички хочу быстренько сказать про юсби кабель они здесь брендированы с автор личней шейк обмоткой поэтому эти кабели прослужат долго я в этом уверен насчет по и плагинов которые будут комплекте с этой карты будет идти аудиофьюз креатив все это набор плагинов который поможет нам работать как с написанием музыки обработка и сведения мастерингом и так далее это как раз таки тот необходимый минимум который требуется звукорежиссеру либо же музыканту качество плагинов артурия на высшем уровне и думаю вам не стоит этого объяснять и нас в наборе ждет аналог клэп 5 интро и эблтон life light 11 прям 1973 эмуляция него хорус джун реверп плейт 140 это эмуляция легендарного емте 140 дилей тейп в 201 прям пик 76 компрессор фит 76 фильтр миди фейзер битрон и многое другое артурия никогда меня не расстраивала пакетом своих плагинов как с дешевыми какими-нибудь модельками например звуковая карта мини фьюз 2 на нее есть обзорчик ссылочка в описании либо же миди клавиатуру какой-нибудь мини лап 3 пакет плагинов всегда будет отличный это плагины которые действительно рекомендую использовать чего столько стоит аналог клэп в котором есть всякие эмуляции старых синтов там типа минимум какого-то джуна 6 юпитера 8 так что ребятки юзайте переходим к внешнему виду и качеству сборки внешний вид этой звуковой карты вызывающий и интересный карта выглядит современно и вызывает бурю эмоций от дизайна если взять например ту же rme babyface pro fs то она такая специфическая довольно а юата пола твин она довольно минималистична в этой звуковой карте соблюдается баланс между эстетическим удовольствием и студийной строгостью особенно хочу отметить как раз такие оранжевую нижнюю окантовочку которая выглядит очень симпатично цветовая гамма подобрана темная цвет около темно-серого чего-то такого на верхней части регуляторов серебристая ребристая поверхность на регуляторах есть маркер который показывает каком положении у нас ручка установлена это очень удобно кнопки имеют белую подсветку когда горит тускло белый тогда кнопочка выключена если горит ярко белым тогда кнопочка активирована кнопка фантомного питания горит красным цветом а кнопочка bluetooth синим карта имеет более наклонную форму поэтому когда вы поставите себе на стол она будто бы будет на вас смотреть поэтому все кнопки индикаторы регуляторы все видно и удобно сборка на отличном уровне корпус выполнен из металла а верхняя часть звуковой карты выполнена из пластика кнопочки также пластиковые и имеют при нажатии приятный щелчок карта чувствуется монолитной все детали подогнано ничего не отпадают регуляторы не высовывается кнопочки не отпадают все с этим супер регуляторы сами имеют прорезиненную боковую грань поэтому когда вы будете крутить пальцами ничего соскальзывать не будет я месяц юзал проблем не было нижняя часть карты покрыта полностью резиновой подкладкой и когда ты ставишь карту на стол она будто к нему прилипает и не будет ездить если вы будете вставать нее какие-то входа либо же регулировать с этим будет все отлично по краям корпуса заметны отверстия артуре audio fuse studio это довольно горячая карта и в интернете я встречал отзывы то что люди бы даже боялись почему карта так нагревается но нет никаких проблем инженеры артуре понимали что карта довольно горячая и поэтому сделали вентиляционные отверстия поэтому карта охлаждается не беспокойтесь что она нагревается дизайном карты остался доволен она стильная симпатичная собрана потрясающая материалы использованы качественные звуковая карта действительно из топ уровня когда я ей пользуюсь я себя чувствую каким-то дэв пинсадо так что так же ребята все окей что касаемо конкурентов я отметил две модельки в примерно в 1000 долларов это юат apollo twin и rme babyface pro fs артуре audio fuse studio не уступает своим конкурентов да у нее нет дсп процессора как у юата да она не такая минималистичные компактные как rme babyface но у нее есть такие фишки которые встречаются у звуковых карт довольно дороже чем 1000 баксов слушая мой ролик и то что я рассказал по ее возможностями функциям я думаю вы понимаете что в ней есть много приколов которые не дадут нам юат apollo либо же rme babyface поэтому если выбираете топ звуковую карту и у вас выбор между там юадом ремешкой то можете взглянуть на эту карту она вас точно не разочарует кстати по поводу как у нас есть собранный топ 15 звуковых карт можете перейти ссылочка будет в описании на некоторые у нас есть обзорчики возможно вы подберете себе нужную ну и на этой нотке я хочу подытожить все что сказал отмечу плюсы и минусы и конечно же начнем с плюсов первый отличное звучание преампов и самой звуковой карты с минимальными задержками и минимальным количеством собственных шумов второе отличные конверторы на выход третье большое количество входов выходов расширений различных четвертое возможность подключиться по bluetooth к этой звуковой карте выводить музыку по беспроводу пятое удобный интерфейс и управление звуковой карты шестое удобный и хорошо работающий стабильный аудио драйвер и седьмое отличная сборка и привлекательный внешний вид из минусов я обнаружил один это то что она нагревается можно как бы подумать что это какой-то изъян карты но на самом деле нет я разобрался почитал поинтересовался это так было и задумано точнее не задумано это просто физика ребята поэтому от нее никуда не убежишь это звуковая карта станет потрясающим инструментом в работе звукорежиссера студии звукозаписи профессионального вокалиста или музыканта если вы перейдете на эту карту например с аудиента либо кого-нибудь таскама то вы получите такую огромную разницу что не пожалеете отдать за нее тысячу долларов после месяца работы с этой звуковой карты я остался доволен ее функционалом ее звучанием в первую очередь это как я перестал упираться в какие-то в технические возможности своих звуковых карт до этого я забыл про задержки при записи я забыл про какие-то шумы их при записи я могу смело рекомендовать артуре аудиофьюз к покупке она оправдывает тысячу долларов которую за нее просит артуре и если вы согласны с моим мнением тогда ставьте лайкосики подписывайтесь на канал будет выходить очень много интересного контента далее не забывайте посетить наш портал где мы собрали различные рейтинги топы и обзоры для вас но если вы обладатель этой звуковой карты напишите в комментариях как эксплуатация проходит у вас надеюсь вы тоже остались ею довольны и спасибо за то что посмотрели этот ролик всем хорошей музыки и пока